Фузили – это еще одна разновидность пасты, которую так любят итальянцы. Чтобы макароны не были скучными, добавьте к ним обжаренный бекон или любое другое мясо, а также сыр и зеленый горошек. Паста – это распространенное блюдо во многих странах. Ее важно правильно приготовить. Если макароны переварить, то они будут невкусными. Поэтому их готовят до состояния аль денте, когда внутри они остаются слегка плотными. Приправьте блюдо свежей мятой, чтобы оно приобрело пикантный и необычный вкус и аромат. Чтобы узнать, как приготовить фузили с цукини и сыром, прочтите этот рецепт. В кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли и выложите в посуду пасту. Отварите ее до состояния аль денте и откиньте ее на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. В кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли и выложите в посуду пасту. Отварите ее до состояния аль денте и откиньте ее на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. В сковороду влейте оливковое масло, поставьте ее на плиту и разогрейте. Выложите в сковороду кусочки бекона и обжарьте его до золотистого цвета, постоянно помешивая. Достаньте из банки сушеные помидоры и нарежьте их при помощи острого ножа на небольшие кусочки. Снимите с плиты сковородку, в которой обжаривался бекон, и сразу же добавьте к нему вяленые помидоры. Перемешайте ингредиенты. Козий сыр нарежьте на небольшие кубики. Если вам не нравится запах козьего сыра, то вы можете использовать овечий или любой другой по вкусу. Небольшой пучок мяты вымойте и обсушите. Листики нарубите на мелкие кусочки. Вымойте и обсушите молодой цукини. Не снимая кожицы, нарежьте его кубиками и добавьте к помидорам и бекону. Свежий или замороженный зеленый горошек буншируйте в кипящей воде, а затем откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой, чтобы он остался яркого зеленого цвета. Выложите его к остальным ингредиентам в сковороду и слегка прогрейте. В сотейник или кастрюльку с макаронами добавьте все ингредиенты из кастрюли. Добавьте немного воды и прогрейте все на плите на небольшом огне. В готовую пассу выложите рубленную мяту, тщательно все перемешайте. Разложите блюдо по тарелкам, добавьте кубики сыра и полейте остатками оливкового масла.